И всем привет, ребят! С вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему второму аккаунту, а именно открытию тех самых долгожданных контейнеров. Вы видели, возможно, видеоролик, в котором я уже играл без припасов. Ну и мне сегодня, как никогда, нужны те самые заветные DD-шечки, и так как у меня их осталось ровным счетом, сколько? Правильно, ровным счетом ноль. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, где мы открываем контейнеры, где мы служим контейнтику, то обязательно поддержьте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов за 20 тысяч танкойнов. Для этого настройки игры в аккаунтике установить ему личный такток Тимпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы сегодня вместе с вами откроем все конты, которые у меня здесь имеются, а именно 400 обычных контейнеров, 44 ультра, которые еще не устарели, и 56 ультра-контейнеров, которые уже у нас состарились. Ну и, понятное дело, что 12-недельных мы тоже здесь взбодрим, сразу заодно посмотрим, сколько мне дадут DD-шек. Ты еще 200 DD-си! Да, это где-то 5 боев я смогу сыграть на этом количестве DD-шек, но надеюсь, что по итогу этого видеоролика у нас DD-шек все-таки станет, ну, даже побольше. Может, где-нибудь даже 5000 я бы хотел бы видеть. Ну, не знаю, реально ли вообще здесь пятерку зафармить или нет. В любом случае, будем открывать контейнеры и надеяться на то, что сейчас нам здесь нападает этих самых заветных DD-шек как можно, как можно больше. Если еще учитывать тот факт, что у меня здесь есть целых 400 обычных контейнеров, то чисто в теории, если бы вот так вот с белого свечения падали бы не кристаллы, а чисто только DD-шки, то можно было бы в сумме нафармить довольно большое количество. Но, в принципе, даже если с каждой пяташки будет падать по соточке одной, то в сумме можно зафармить, ну, наверное, где-то 1002 DD-шек с 400 контейнеров. Ну, наверное, неплохо. Наверное, неплохо. Главное, чтобы они падали, потому что у меня пока что падают мины, падает броня, а вот DD-шки, те самые заветные, которых у меня нету, дропать мне не хотят. И от этого немножечко грустно становится. Но у нас есть еще довольно большое количество ультра-контейнеров. О, две DD-шечки. Нормально. У нас есть большое количество ультра-контейнеров. Сотка вместе. Там можно понадеяться, конечно, и на красное свечение, потому что там в красном свечении предметы тоже довольно интересные имеются. Ну, и также можно понадеяться на большее количество дополнительного дропа. Да, даже если бы мне кристаллов там насыпало побольше в рамках этого аккаунта, я считаю, что это было бы все равно актуально. И можно было бы, например, их тогда закинуть в новый ивент, который у нас начался с как раз-таки патронами. Потратить все кристаллы в патроны и оттуда забрать тоже ценные устройства. Ну и плюс скин-контейнер. Хотя скин-контейнер, наверное, в рамках этого аккаунта не особо сильно ценится. Но DD-шки падают. Это очень хорошо. И первое золотое даже дропает. И что у нас в золотом? 100 тысяч кри. 100 тысяч кри в золотом тоже неплохо. Кристаллы, как я уже говорил, на этом аккаунте точно лишними не будут. Я не помню, сколько у меня там оставалось. 600 вроде как, 1000 или 700 тысяч до открытия этих контейнеров. Заодно посмотрим, сколько нам еще из контов надропает кристаллов. По сути, ну сейчас кристаллы на контейнерах фармятся очень и очень легко. И в довольно большом количестве. Фиолетовая первая падает. С фиолетки у меня все предметы уже надропались. И падает еще 200 DD. 200 DD это очень и очень важно. Я не буду после обычных контейнеров переходить и смотреть, сколько у меня стало ддшек. Открою все контейнеры. И тогда уже мы посмотрим ту самую заветную цифру. Потому что что-то мне подсказывает, что там, ну может быть пятерочка. Может быть пятерочка. Я бы очень сильно хотел бы, чтобы там 5000 оказалось. Все-таки, если учитывать тот факт, что у меня где-то 10 тысяч ддшек тратилось, ну на протяжении там, может быть, нескольких месяцев. Да, то пятерочка там тоже немножко подсейвит. Плюс сумеем накопить новое количество контейнеров. И быть может, так и будем продолжать играть с полными припасами в рамках этого аккаунтика. Ну либо просто начну чуть больше сейвить, как раз таки дроп. И не буду так бездарно просто стоять на ддшках, переключаться на кризисе. Когда у нас там за один бой уходит по 100, может по 150 ддшек просто в салат. Если играть чуть поаккуратнее и пограмотнее, ну там можно, наверное, уже и тратить где-нибудь около 50 условно ддшек за бой. Да, это бы выглядело уже не так критично, как когда ты пережимаешься с одной на другой, с одной на другой, с одной на другой. Тогда улетает, конечно, очень жестко. Ну и золотое свечение у нас. Падает рикошет с пробитием. Ну, довольно, наверное, неплохое устройство. Я, конечно, на рикошете в рамках этого аккаунта особо не играю. Поэтому мне оно, ну не сказать, что суперинтересно. Да, но в целом, ладно, упало и упало. Главное, что ддшки падают. Вот это меня очень сильно радует. Не знаю, сколько осталось у нас контейнеров. По ощущениям, как будто очень долго мы вместе с вами эту 400-ку взбадриваем. Но тем больше дробчика нам насыпет. Тем больше дробчика нам упадет. К слову, у нас уже скоро будут переводиться контейнеры в ключи. И есть у нас уже оповещение об этом, где можно заполнить заявку, чтобы ваши контейнеры перешли в ключи. Но я, честно, никому не советую делать так. Советую всем открывать контейнеры и уже с нулями переходить в как раз-таки новый вент. Ну, либо там оставить, например, условно один контейнер обычный, один ультра контейнер, да, чтобы вам по одному ключику дополнительного насыпали. Просто если ты меняешь 10 на 1, то это выглядит максимально грустно. А если ты поменяешь один к одному, да, потому что у тебя там только один оставался, то тогда, в принципе, ну, не критично, да. То есть можно так сделать. Ничего в этом страшного не будет. Так, ну и у нас все-таки контейнеры что-то не заканчиваются. Я уже как-то даже немножечко подустал открывать эти обычные контейнеры. Что-то все дропает и дропает и дропает и дропает. Два золотых свечения в целом, которые, ну, выглядят, наверное, неплохо. Выглядят, наверное, неплохо, неплохо, да. Но хотелось бы побольше бы, вот знаете, линию такую из ддшек увидеть. Просто так хоп, и за одно открытие тебе падает 1000 дд. Вот так вот вместо кристаллов у тебя бы падали просто дд-дддд-дддддд. И я бы был бы вообще мегарат. Когда у тебя нет припасов, это, наверное, ну, одно из немногих, что тебя может сильно порадовать в открытии обычных контейнеров, потому что, как вы знаете, с обычных контов, ну, сейчас ничего особо интересного ты не увидишь, когда у тебя много чего уже выбито, да, и остаются только золотые свечения, опа, походу все, да, да, походу все открылось, то тогда у тебя уже и контов там, как таковых, с интересными предметами не остается. Так, ну и теперь у нас есть 56 контейнеров, с которых можно выбить устройство драйвера 2, можно выбить магнум вакуумный, можно выбить магнум SP, и здесь можно выбить ареса, страйкер фауст и страйкер эми, главное, чтобы не страйкер эми мне здесь упал, и чтобы не скин на магнум, любой другой предмет меня, в принципе, устроит, ну, если, конечно, это красное свечение будет, а мы на красное свечение, конечно же, вместе с вами надеемся, и у меня, кстати, лям 400 кристаллов стало, вроде как 600 тысяч кристаллов подняло, ну и все, открываем, ребятки, поехали, вот сейчас мы уже надеемся на очень хороший дропчик, надеемся на красное свечение, и надеемся на то, что нам сегодня повезет, переходочку, плиз, нет, первой переходочки нету, и мы заканчиваем первую пятнашечку контейнеров с фиолетовым свечением, надеемся на переходку во второй пятнашке, может быть, сейчас будет контентик, нет, второй тоже пятнашки перехода нету, и пока что это все выглядит грустно, если со 100 ультраконтейнеров меня просто обломают, и я здесь не увижу вообще от слова совсем ничего, это будет максимально грустно, боже, сколько мин, ой, ну, третья пятнашка такая же салатная, такая же салатная третья пятнашка, и это ластовых 11 контейнеров, здесь даже не полные 15, шансов супермала что-то здесь увидеть, но мы видим золотое, хотя бы золотое, с краской лава-лампа, ну это, конечно, прикольная краска, одна из первых анимашек, которая выдавалась в челленджах, в свое время она мне даже очень сильно нравилась, так, ну и 56 контейнеров заканчиваются максимально грустно, что я могу сказать, максимально грустно, остается 44 неустаревших конта, может быть, та самая темка с неустаревшими контейнерами работает, и мне прямо сейчас драпанет, нет, мне падает просто 3 синих подряд, и на фиолетке все это дело заканчивается, у нас здесь есть 3 пятнашки, да, потому что у нас 46 контейнеров, или сколько там, 44, а если у нас 44, то не 3 пятнашки, пусть сейчас на 14 закончится, может быть, сейчас, нет, ну боже, что за ерунда, вообще даже ни одного шанса, даже ни одного шансика на красное, даже не было на 13-14 свечении фиолетки, чтобы я хоть понадеялся на то, что там будет дроп какой-то интересный, и это ластовый конт, который заканчивается даже не на фиолетовом, а на синем свечении, офигеть, просто открываем 100 ультра молочных, молочных 100 ультра, это жесть, по кристаллам лям 700 фармится, в целом, ну где-то, наверное, около миллиона мы приподняли, что является очень и очень хорошим результатом, ну и припасов 5700 на дропула, 5700, вот это, я понимаю, открытие контейнеров, 5700 ддшек, это выглядит очень и очень достойно, я считаю, что, ну это реально то, чего мне не хватало, да, это то, чего я хотел выбить, и в таком большом количестве у нас надропула, да, то есть, поэтому, все, что вам нужно делать, ребятки, это копить контейнеры, копите контейнеры, открываете и фармите те самые заветные припасы, по сути, я продолжаю играть без покупок припасов в рамках этого аккаунта, да, и надеюсь на то, что я смогу на постоянной основе без этого компонента оставаться, да, то есть, без дополнительной покупки в магазине, надеюсь, что у меня получится, ну а дальше будем смотреть, потому что припасы сейчас улетают очень и очень жестко, пишите все свои мысли в комментариях, как вам падает с контейнеров, насколько вы нуждаетесь в припасах из этих контов, да, бывали ли у вас ситуации такие же, как у меня, когда у вас остается просто ноль, просто ноль, и вы думаете, блин, ну хотя бы бы нападало бы еще в чем дополнительного, да, пишите все свои мысли, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!